Здравствуйте! Сегодняшний рассказ об архитектуре барокко. Я расскажу о ее основных признаках, назову имена важнейших архитекторов барокко. И еще мы поговорим об особом направлении в архитектуре этой эпохи, которое в русскоязычной искусствоведческой литературе принято обозначать словом «классицизм», выделяя его из барочной архитектуры и даже противопоставляя ей. Эпоха барокко — это два века, XVII и XVIII. В истории, например, музыки или литературы принята немножко другая периодизация, а в архитектуре считается, что барокко заканчивается около середины XVIII века. После этого начинается эпоха неоклассицизма, о которой я расскажу в следующий раз. Таким образом, полтора века — с начала XVII по середину XVIII. В это время образцом во всех видах искусств для Европы по-прежнему служит Италия. Можно даже точнее сказать — Рим. И архитектура барокко тоже возникает в Риме. Главный архитектор барокко — римлянин Джан Лоренцо Бернини. Важнейшие архитекторы следующего поколения, которые строили в конце XVII века и начале XVIII, это его ученики, причем не только итальянцы, но и некоторые немцы. Например, очень известный и хороший архитектор Фишер фон Эрлах. Есть две политические силы, которым служит архитектура барокко — контрреформация и абсолютизм. Расскажу немножко о первой и о второй. Что такое контрреформация? В XVI веке произошла реформация. Половина Европы отложилась от католичества и примкнула к новой версии христианства — протестантской. Католическая церковь с этим примириться не могла и начала масштабную пропагандистскую кампанию, в ходе которой, в частности, была создана лучшая в мире сеть высших учебных заведений — иезуитские коллегиумы. Там учились и духовные лица, и миряне. И как-то так получалось, что большинство покидало стены этих заведений убежденными католиками. Так как столица католического мира — Рим, и архитектура барокко создана в Риме, получилось так, что именно эта архитектура служила оформлением этой католической пропаганды, и из Рима распространялась по миру рука об руку с ней. Например, строители иезуитских миссий и коллегиумов, которые покрывали весь мир от Чикитос до Гоа, брали за образец первой постройки иезуитского ордена в Риме. А образцом для всех храмов католического мира, как я уже говорил, служил собор святого Петра в Риме, достроенный в эпоху барокко. В XVII веке, кроме того, возникает новый порядок управления государством — абсолютизм. До тех пор европейские аристократы были более или менее государями в своих землях, собирали там налоги, содержали собственные армии и частенько вели войны со своими королями. В XVII веке постепенно, сначала во Франции, а затем и в некоторых других странах Европы, аристократия лишается прежних привилегий, и государствами начинают управлять короли, уже не стесненные своей воле пережитками средневековых порядков, при помощи бесправной сущности бюрократии. С конца XVII века европейские государи начинают строить для себя громадные загородные дворцы с регулярными парками. В этих дворцах часто живут не просто короли их придворные, но и министры, и другие служащие государственного аппарата. Загородный дворец служит офисом верховной власти в государстве. Первый и самый грандиозный из них — Версальский дворец, фактически ставший в конце правления Людовика XIV новой столицей Франции и сохранявший эту функцию почти до самой Французской революции. Затем, подражая Версалю, подобные громадные резиденции стали строить в других странах. В первую очередь в германских княжествах и в России, вокруг ее новой столицы — Петербурга. Императорские резиденции в петербургских пригородах — это одни из самых крупных и самых роскошных дворцов европейского барокко. Теперь расскажу о некоторых внешних признаках архитектуры барокко, по которым ее легко можно отличить от любой другой архитектуры. Самых главных несколько. Овальный план, криповки, неравномерная расстановка колонн и обильные скульптурные живописные декорации. Нельзя сказать, что эти приемы характерны только для эпохи барокко, но в эту эпоху они встречаются гораздо чаще, повсеместно. Впрочем, овальный план не встречается ни в античной, ни в средневековой архитектуре, ни в эпоху Возрождения. Его изобрели итальянцы в XVI веке. Правда, первые овалы относятся, наверное, к эпохе позднего Возрождения. Это небольшая церковь Сант-Анна-де-Палафреньери в Риме, построенная Виньолой, и выпуклая мостовая площадь на Капитолийском холме, которую спроектировал Микеланджело. Некоторые исследователи начинают историю архитектуры барокко прямо с этих построек. Микеланджело даже иногда называют отцом барокко. Но все-таки обычно считается, что первые архитекторы римского барокко — это не они, а мастера следующего поколения, работавшие на рубеже веков, в частности, Джакко Моделла Порта или Карло Модерно. Позже, уже в начале XVII века, в Риме строят архитекторы еще более молодого поколения Карло Райнальди, Франческо Баррорамини и Джан Лоренцо Бернини. И вот они-то главные и лучшие архитекторы золотой поры римского барокко. И главные из этих трех главных — Бернини. А главная постройка Бернини — это колоннады вокруг площади перед входом в Ватиканский собор. Эти колоннады по-итальенски называются «браччи», «руки». Это как бы руки матери церкви, которыми она обнимает громадные толпы паломников, которые по праздникам собираются на этой площади. И при помощи этих браччи, этих колоннад, Бернини придал площади очертания овала. Кроме того, он строил и овальные церкви, в частности, церковь Сан-Андреа-Аль-Кверинале. Современник и соперник Бернини, Франческо Баррорамини, построил церковь Сан-Карло-Алли-Кватро-Фонтане с овальным куполом, накрывающим прямоугольный зал. В сущности, это квадратная купольная церковь, вся структура которой, как резиновая, растянута вдоль главной оси. Отметим также ее волнообразный фасад. Затем из церковной архитектуры овал приходит в светскую. Бернини планировал пристроить к Лувру, Дворцу французских королей в Париже, крыло с овальным павильоном в центре. Подобный павильон построил Гварино-Гварини в Туринском дворце Кориньяно. И с этого момента овальные залы можно встретить во многих дворцах барокко, в частности в замке Во, который я показывал вам на прошлой своей лекции. Наконец, в одном проекте Гварини встречается план церкви Однонефной базилики, образованной несколькими пересекающимися овалами. Эту церковь он не построил, но несколько храмов с похожим планом, ориентируясь на проект Гварини, в начале XVIII века построят в Германии архитектор следующего поколения Балтазар Нойман. Субтитры создавал DimaTorzok